Мы подключаем к нашему эфиру Илью Пономарёва, в прошлом депутата Госдумы, создателя канала «Утро февраля». Приветствуем, Илья. Добрый вечер. Добрый день. Начнём, наверное, с вот этой массовой отмены бессмертного полка и прочих парадов. Ведь это же так важно, да, для путинского режима 9 мая главный праздник календаря. А почему они отказываются, отказывают себя в удовольствии провести это пропагандистское мероприятие на уровне? Ну, главное для них, чтобы эксцессов не было. Потому что в последнее время мы видим, что каждый день в России происходит та или иная партизанская акция. И, конечно, они предполагают, что во время парада, когда там особенно военная техника и так далее, что-то может произойти. Уже в прошлом году, 9 мая, фактически отменяли, там, значит, Путин был вырожден заложников привозить с собой, усаживать на мавзолее, чтобы там, если что прилетит, то был бы большой международный скандал. И всё равно там, значит, весь парад свёлся к одному танку Т-34. Больше никакой техники другой не нашли. Вот поэтому я думаю, что это является основной причиной. Понятно, конечно, что некоторые там наши коллеги по оппозиционной медиасреде не хотят говорить про вот эти вот самые опасности. Но думаю, что то соображение, про которое они говорят с точки зрения количества потерь, это тоже имеет место быть, но вряд ли бы это бы стало хоть сколь-либо массовым. Скорее, ну, вот первый раз это могло бы произойти, отдельные случаи, да, с теми же самыми солдатскими женами, матерями и так далее. А вот в следующий раз бы это уже могло стать действительно очень неприятной для Кремля традицией. Лена, то есть, возможно, что не только бы родственников, которые погибли во время Второй мировой войны, бы вышли показать сейчас на улице России, но также и тех, кто в так называемом СВО погибли, это были бы совсем другие, наверняка, цифры. Да, безусловно, просто еще раз скажу, что для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы кто-то занялся организацией этого процесса. А здесь вот российская оппозиция находится в крайне двусмысленном положении, потому что, как бы, призывать людей выходить на этот бессмертный полк, но выходить с другими портретами, они это многие воспримут как косвенная поддержка войны, поэтому этого делать не будут, а говорят, как такая чисто самодеятельная инициатива, я не верю, что она там сразу быстро распространится. Вот один раз это могут сделать там в одном или другом городе представители вот этого движения солдатских жен, но вряд ли бы они смогли это организовать сейчас в масштабах всей страны, поэтому я не верю в то, что Кремль считает, что это является реальной опасностью. Это может, в принципе, быть источником такого вот неудобства, потому что единичные акции могут прозвучать, но они бы не попали на экраны телевизоров, то есть это бы не стало таким серьезным фактором. А вот возможные атаки, там, дронами или какими-то другими формами атаки на марш Победы, вот это как раз представить себе очень легко, и именно это себе в Кремле и представляют. Илья, если вообще в целом рассмотреть культ Победы, неужели он еще действует, да? То есть это мы помним, как Путин постепенно превращал этот день в День противостояния с Западом, а сейчас это до сих пор работает? В следующем году 80 лет, кстати, круглая дата. Будут ли они использовать опять Победу, или постепенно будет отходить на второй план та война? Ну, до следующего года им надо дожить. А, конечно, они это используют по максимуму. Это же, собственно, основная идеологическая база, почему россияне должны идти и умирать в Украину. Потому что вот деды боролись с нацизмом, и мы будем бороться. Поэтому как раз Кремль максимально заинтересован в том, чтобы посвятить эту историю, вот это Победобесие, оно является одним из главных факторов, на самом деле, того, почему эта война, в принципе, стала возможной. Это, собственно, и есть наглядное воплощение ее идеологической основы. Скажите, а вот в каких странах, в которых продолжает отмечаться этот день, также в 9 мая, можно сказать, вот пример здорового отношения к тем событиям и к памяти? Вот так, навскидку. Я бы сказал, что по всем странам антигитлеровской коалиции это так. И на самом деле то, что было в Украине на протяжении многих лет, когда отмечалось две даты, 8 и 9, как День скорби и как День Победы, вот это, я считаю, очень правильный баланс. Потому что и колоссальная скорбь, огромное количество жертв, которые не должны никогда были бы повториться, и которые сейчас повторяет Путин, потому что вот он 8 мая не воспринимает, у него нету вот этой составляющей скорби. У него есть этот праздник, как в песне, праздник со слезами на глазах, но праздник, да, это именно победа, мы всем показали. Кузькину мать, вот они какие мы молодцы. И, конечно, это заслоняет вот эту вот мотивацию, что это никогда не должно повторяться. На Западе, кстати, на мой взгляд, другой крен, потому что вся Европа считает это только делом скорби, памяти, печали, и это, может быть, даже мешает сейчас защищаться. Это общее такое настроение либеральное в обществе расслабленности, когда избегать войны любой ценой, что, в общем, правильно, ни один человек не хочет, конечно, войны, но мы, получается, сползаем куда-то туда в 30-е годы прошлого века, когда попытками умиротворения, собственно, создали предпосылки для того, чтобы началась Вторая мировая война. И мы помним все эти дискуссии, которые вел Черчилль с Чемберленом, помним Мюнхенский сговор и так далее. Все это было промотивировано как раз памятью о огромных жертвах Первой мировой и желанием избежать войны любой ценой. Вот важно, чтобы мы эту ошибку не повторили. Да, но и тем не менее, насколько вот сейчас вообще, возможно, есть понимание, что та дата День Победы, который отмечается, это все-таки не про праздник, это все-таки про скорбь, это про реквием, это про тяжелые достаточно воспоминания о сложной странице в судьбе всего человечества, возможно, да, ну и той же Российской Федерации. Ну так вот проблема в том, что это не в России День Скорби. В России уже знаем, что там 20 лет там при Сталине вообще не отмечалась эта дата, ровно потому, что была свежа память и Сталин и Хрущев не хотели напоминать там, какими они были военно-начальниками, да, и сколько жизней в итоге обошлась эта самая победа. Потом при Брежневе, который был, так скажем, военачальником среднего уровня, уже вот этот вот там героизм начал выходить на первый план, как память, горечь, утрат начала потихонечку забываться. Ну а сейчас ее практически вообще нету там, ветеранов единицы осталось, которые еще живы и которые несут на себе эту память. Соответственно, вот эта составляющая скорби практически в современной Российской Федерации ушла, а вот праздник, как мы, значит, всю Европу поставили с головы на уши, вот эта память как раз она есть, и поэтому возникают вот все эти, можем повторить и так далее. Илья, вы с нами разговариваете на фоне выгородки, как это называется, съезд народных депутатов, символики лога. Мы знаем о этих встречах, регулярно рассказываем о них зрителям. В рамках этой инициативы вы обсуждаете очищение историей, очищение. Если Путин сейчас занимается фальсификацией, то думаете ли вы о том, как после Путина очистить историю, в том числе и эти события? Война была, это факт. Почти все семьи российские имеют родственников, которые так или иначе пострадали от тех событий. Как с этим быть? Или все, путинизм окончательно осквернил и отравил память о той победе? Нет, конечно, спасибо огромное за этот вопрос. Ну, для меня дата 9 мая, она абсолютно священна. У меня мои деды воевали, и есть в семье погибшие, и поэтому для меня это очень важная дата, хотя она всегда была именно такой, что это невозможно, это не должно повторяться. И это для меня как раз одна из причин, почему я вот в зеленом, почему я на стороне Украины борюсь с этой агрессией, чтобы она не расползалась дальше. Съезд народных депутатов, он делает, на мой взгляд, достаточно важную работу. Мы занимаемся тем, что рассматриваем отношения со всеми народами, которые населяют Россию, которые являются соседями России. Мы начали как раз с западных границ, там от Финляндии до Румынии, и, включая Украину, у меня всякого сомнения, мы выразили отношение к преступному характеру по акту Молотова-Риббентропа, к финской войне, к оккупации стран Балтии, ну и, безусловно, к Голодомору, который был в Украине и так далее. И это работу, которую мы потом продолжили со странами Кавказа и народами Кавказа, и Чечнёй, и Дагестаном, и Черкесами, и грузинами, и Абхазами, и многими другими. И вот именно таким образом мы хотим преодолеть в итоге вот этот морок путинизма и, в принципе, морок империализма, который, к сожалению, достаточно сильно свойственен современной России. Ну и, кстати говоря, тут же хочу вспомнить вот эту так называемую выставку техники, которую в этом году в Москве делают. Ну, в принципе, идея не новая, да, очевидно, насмотревшись на выставки российских танков на Крещатике, решили сделать подобное с трофейной техникой в Москве, но там идея, так понимаю, другая. Ведь это для того, чтобы убедить россиян, что, мол, воюем там и с Западом? Насколько, вот скажем так, эта идея укладывается в головы? Ну, укладывается, конечно, потому что это унизительно, когда ты проигрываешь стране, которая там в 94-м году в результате Будапештского меморандума сказала, что она разоружается, не будет иметь сильной армии, занимается мирными делами, а тут вот такая сильная, мощная Россия, вооруженная до зубов, и не может с ней ничего сделать. Вот объяснение о том, что мы просто воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, это, конечно, такой бархат по душе некоторых российских патриотов, в кавычках, которым тем самым говорится, ну вот мы просто в одиночку противостоим, значит, всему миру. Вопрос только вообще, смысл-то этого противостояния в чем? Предполагаем, что мы должны в одиночку всего мира выиграть, а если выиграть, то выиграть что? Какой, собственно, является задача этой войны? Ну вот на все эти вопросы ответа как не было, так и нет, а этот вопрос все чаще и чаще начинает задаваться простыми россиянами. Вы знаете, в продолжение я тоже скажу, мы помним, как уже в последние годы, после полномасштабного вторжения, именно так, поредело, скажем так, тот ассортимент техники, который проходил на параде по Красной площади, что в этом году у вас, возможно, есть какая-то информация? Нет, информации никакой нету, они как раз стараются это всячески засекретить, потому что еще в прошлом году было принято решение против участия военной техники достаточно в последний момент, ну, когда вот стало понимание того, что она будет атакована, и тогда, ну, я напомню, что у нас было много там публичного чего, и была даже премия объявлена за беспилотники, которые долетят 9 мая до Красной площади. Ну и мы, как представители партизанского движения, мы сделали упреждающую акцию, и тогда в начале мая была атака на Кремлевский дворец, демонстрирующая о том, что да, действительно долететь можем, ну, потому что на самом деле я считаю, что это было бы очень неправильно с политической точки зрения, если бы что-то произошло 9 мая, это бы сильно многих колеблющихся россиян толкнуло бы в противоположную сторону, и в конечном итоге привело бы к большему ужесточению на фронте, к большим жертвам, и в том числе с украинской стороны. Но сорвать эти парады – это важная история, и мы видим, что то, что начато в прошлом году, продолжается в этом, потому что там, где мы точно знаем, там по регионам, вот эти все там отмены, они происходят, и я думаю, что и в Москве ничего большого значимого не будут. Они уже там вынуждены также обманным путем фактически собирать гостей. 8 числа объявили о проведении Евразийского экономического совета в Москве, ну, понятно, что с единственной целью, чтобы заманить лидеров, прежде всего, центрально-азиатских государств в Москву. Илья, в заключении хочу обсудить с вами новость, которая поступила некоторое время назад, конкретно в середине апреля еще стало известно, что Франция в рамках 80-й годовщины, мероприятий 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, миссии освобождения, так называются эти мероприятия, они будут несколько дней проходить, пригласила представителя России. Это не Путин, это отдельно было обговорено, это будет официальный представитель Российской Федерации. Кстати, неизвестно, поедет ли официальный представитель на эти мероприятия. Но сам факт приглашения, как вы думаете, зачем они это делают? Ну, сам факт приглашения в данном случае был просто прямым оскорблением, про что сразу же сказала, соответственно, Захарова. Потому что приглашение формулировалось ровно так. Вы, конечно, приезжайте при условии, что это будет не Путин. Но так, естественно, приглашения не делаются. То есть это делается специально для того, чтобы дополнительно плюнуть в лицо, абсолютно в открытую, что, собственно, и произошло. То есть французы, они, с одной стороны, соблюли определенный политез, все-таки тогда были союзники и все прочее. Но Путин они считают преступником, на него выдан международный ордер. Соответственно, они должны будут его арестовать, если он явится на французскую территорию. И они это публично, соответственно, подтвердили. Поэтому я уверен, что никто, конечно, не поедет. Что, в общем, дополнительно иллюстрирует тот, кто в кого превратился. Да, сейчас современная Россия скорее была бы участником оси, а не участником союзных сил, которые с этой осью, с гитлеровской Германией и другими странами воевали. Да, действительно, это удивительно. Так история распорядилась. Все ровно наоборот. Спасибо, Илья, за включение. Илья Пономарев, депутат Госдумы в прошлом, создатель канала «Утро февраля», был гостем этой части эфира. Прямо сейчас, к прямому эфиру телеканала «Фридом» присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, как всегда, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня. Александр, давайте поговорим о той самой железной дороге, которую строят россияне. Только что у нас в прямом эфире был соответствующий сюжет. Очень важно ваше мнение относительно того, насколько это важно для врага, вот это железнодорожное сообщение, и насколько это может быть опасная тенденция, опасный момент для Украины. И насколько это усилит логистику оккупантов. Вся логистика российских оккупационных войск, она в первую очередь зависит от железнодорожной составляющей. Поэтому преимущественная часть всех тех перевозок и того материально-технического обеспечения, которое осуществляется, оно осуществляется именно по железной дороге. Следовательно, то, что мы сейчас можем наблюдать попытки российских оккупационных войск прокладывать по материковой части юга Украины железной дороги, прокладывать новые направления, восстанавливать те, которые уже были. Это все указывает в первую очередь на то, что они не уверены в Керченском мосту. Керченский мост для них сейчас является основной артерией, которая обеспечивает как минимум три группы войск. Группу войск обороны Крыма, группу войск Днепра и группу войск Восток. Это только по личному составу, то есть по живой силе, это приблизительно 200 тысяч человек. Около 200 тысяч. Не говоря уже о количестве техники, не говоря уже о количестве механизированной компоненты и так далее. Поэтому, так или иначе, но создавать альтернативные такие пути очень важно. Особенно с учетом того, что российское командование по мере возникновения все большего и проблематике отсутствия пропорциональной штатной комплектации подразделений механизированной компонентой, они будут наращивать присутствие пехотной компоненты. Следовательно, это все обеспечение будет требовать больших объемов поставок. И Керченский мост, который сам по себе является таким объектом, который, ну, то, что это незаконная постройка, это одно, а то, что оно имеет полное право на уничтожение, это другое. И когда это произойдет, даже для российского командования является неожиданностью и полной неопределенностью. То есть каким-либо образом им нужно будет Керченский мост заменять. Замена Керченского моста при этом должна полностью соответствовать тем объемам поставок, которые должны осуществляться с учетом наращивания личного состава, человеческого ресурса всех вместе взятых групп войск. Это дилемма. Это дилемма, перед которой они сейчас сталкиваются. То есть если не работает Керченский мост, должно работать что-то другое. Что-то другое находится в зоне поражения. Зона поражения теми средствами, которые у нас уже на сегодняшний день есть, она выходит за пределы материковой части временно оккупированных территорий Украины. Поэтому российские оккупанты в этом вопросе несколько впадовой ситуации. Если мы говорим о ночных атаках, о которых заявляет Российская Федерация по Крыму ракетами-атакам, можно ли предположить, что эти самые ракеты прекратят существование той железной дороги, о которой мы вот говорим сейчас с вами? Вполне возможно, в зависимости от модификации именно самой ракеты и того объекта, по которому будет наноситься удар. Дело в том, что железная дорога, она имеет такой функционал, как если мы говорим о сухопутной части, да, не какой-то над морем, мост, как Керченский, как вариант, а именно когда она прокладывается по сухопутной части, то она, в принципе, имеет возможность быстрого восстановления. Это касается любых железных дорог, и именно поэтому еще в 2022 году, когда начались удары по железнодорожной инфраструктуре Украины российскими оккупантами, они очень быстро от этого отказались, поскольку смысла нет. Затрачивается большой ресурс, но при этом происходит процесс быстрого восстановления. Но есть определенные локации, есть определенные места, если мы говорим о временно оккупированных территориях, там, где сейчас прокладываются эти железные дороги, нанесение ударов по которым может быть критическими и выводить из функционабельного состояния данную логистику на довольно-таки продолжительное время. Поэтому, да, вполне возможно, что именно так и будет систематически наноситься удар, чтобы нивелировать данные поставки и данное обеспечение российских оккупационных войск. Это, знаете, Александр Иванович, много и с вами, конечно же, в том числе говорим о тех самых Атакамсах, это, естественно, уже стала притча во языцах, про Таурусы с вами говорили тоже неоднократно, потому что как мы верим, что они все-таки появятся у вооруженных сил Украины, но пока... Но вот появилась информация о военной технике, которая, ну, мне кажется, мало освещалась пока что в СМИ, в прессе. Издание «Политика» пишет о том, что Украина все больше заинтересована в получении разведывательного беспилотника МКУ-9 «Риппер» от Соединенных Штатов. И это сейчас, вот, данный беспилотник, это один из главных приоритетов желаний и необходимости для вооруженных сил Украины. Что вы можете сказать об этом беспилотнике, и как вы думаете, соответствует ли данная информация о действительности? Я не могу знать, соответствует ли данная информация о действительности. Я без понятия, какие на сегодняшний день Украина делает запросы на официальном уровне, дипломатическом уровне и так далее. А чем может быть полезен данный беспилотник? Это очень хороший разведывательный беспилотник. Это хорошая разведывательная беспилотная система, но ее применение в нынешних условиях должно быть на максимально безопасном расстоянии. На максимально безопасном расстоянии, поскольку средства противовоздушной обороны, которые есть у российских оккупационных войск, могут его сбивать при содействии, например, самолетов ДРЛО А-50, которые значительно увеличивают дальность поражения целей тех же самых комплексов С-400, «Триумф», как вариант. Поэтому этот беспилотник либо он будет использоваться для проведения разведки по линии боестолкновения с максимальной дальности, безопасной. Если же его выводить на саму линию боестолкновения, то он будет легкой целью практически для всех средств поражения, не только большого радиуса действия, но даже и среднего, и авиационных комплексов, тех же самых Су-135 с ракетами «Воздух-воздух». То есть этот NQ-9 Reaper нам нужен для того, чтобы мы собирали больше данных о тех объектах, которые являются нашей законной целью, правильно? Законная целью где? Законная цель, это касается Российской Федерации. То, что касается временно оккупированных территорий, это априори. Априори те цели, которые по сути не то, чтобы даже не стоит каких-либо дискуссий вести, что они законны, они такими и являются. Да, после заведения камеры... МК-9 Reaper и МК-9 Reaper, если будет использоваться по территории Российской Федерации, то опять-таки исключительно в приграничной зоне, поскольку ему необходим буфер безопасности. Если не будет буфера безопасности, он очень быстро будет сбит. Это не F-35, это не истребитель-невидимка, это беспилотник, который сбивается из шелонированной ПВО, особенно, который имеет поддержку соответствующих комплексов дальней радиолокационной разведки. Поэтому можно сделать большой такой глобальный пиар о том, что мы получили МК-9 Reaper, но при этом в нашем воздушном пространстве россияне имеют полное право их сбивать с всеми средствами поражения, поскольку это воздушное пространство той страны, на которую они напали. В воздушном пространстве, например, Литвы, Латвии, Эстонии или Польши, когда они проводят соответствующие разведывательные действия, они сбивать их не могут. Сбивать над территорией Румынии или Болгарией тоже не имеют права. Аналогично нейтральные вводы над Черным морем, они могут только проводить провокации, например, выслать туда истребитель, совершить довольно-таки опасный маневр, сброс топлива и таким образом гибридным образом сбить, но не с применением ракеты воздух-воздух, Р-73, например, как вариант. А если это будет в воздушном пространстве Украины, то он будет сбиваться на ура, если будет находиться в зоне поражения средствами, поражения со стороны российских оккупационных войск. Поэтому все зависит исключительно от того, как его будут применять. Александр, Ф-16. Любопытная информация, с Францией, французский депутат рассказал о том, какие бомбы адаптируют к самолетам Ф-16, которые должны предоставить нашему государству. По заверениям французского чиновника речь идет про авиационные бомбы АСМ Хаммер. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько важно, ну, сам факт получения Ф-16, понятное дело, насколько важно, чем именно будут вооружены данные истребители? И что можете сказать про те бомбы, которые его только что и озвучил? Бомбы АСМ Хаммер мы уже используем. В чем новость? Хороший вопрос. По крайней мере, заявление от французского чиновника. Особенно для французского депутата. Решил сделать немного пиара. Это просто пиар. Они уже используются. Они уже используются, да? Мы уже используем бомбы АСМ Хаммер. Они адаптированы к нашим истребителям Су-29, а также фронтовым бомбардировщикам Су-24. Используем достаточно давно, но получаем их очень мало. В течение месяца мы получаем около полусотни таких средств поражения. Хотя это достаточно высокоточные эффективные бомбы. Они есть нескольких модификаций. В зависимости от модификации они имеют дальность поражения от 30 до 70 километров и даже более 70 километров. Все зависит опять-таки от наличия соответствующего реактивного ускорителя. То есть это не просто бомба. Это бомба, которая имеет реактивный двигатель. Что до F-16, то тут очень важна действительно номенклатура, которую они будут получать. F-16 это истребители для которых десятилетиями создавалась самая разнообразная номенклатура ракетного вооружения класса воздух-воздух, воздух-поверхность и даже воздух-поверхность надводная. Это например ракеты АИМ-119 которые имеют дальность поражения 50-55 километров и при этом являются противокорабельными. Это очень интересный вариант при применении в прибрежной зоне и даже за пределами прибрежной зоны. при соответствующих угрозах. Но нас больше всего сейчас интересует все-таки ракеты класса воздух-воздух. Это как АИМ-9 так и АИМ-120 АМРАМ. Особенно АИМ-120 АМРАМ поскольку они опять-таки в зависимости от модификации имеют дальность поражения цели 70 более 100 120 километров и они идеальны против фронтовых бомбардировщиков таких как Су-34 которые используют корректируемые авиационные бомбы КАБы и для нас очень интересно получение такого средства поражения как крылатая ракета ИГМ-158 Джасм которая с одной стороны по функционалу является аналогом Storm Shadow Скалипиджи с другой стороны она имеет более широкие модификации и соответственно применение как по живой силе так и по укрепленным объектам все зависит от того какую модификацию с какой боевой частью мы будем получать относительно же этих бомб ХАММЕР то они интегрируются при соответствующей доработке практически не особо какой-то глубокой доработке практически во все авиационные комплексы легкие истребители тяжелые авиационные комплексы те же самые F-15 например как вариант поэтому в этом нет никакой абсолютно проблемы но то что ХАММЕР мы используем уже более месяца ну это верифицированный давно известный факт Александр тут дело еще в том что оккупанты стараются давить и морально и для них нагнетать атмосферу загонять украинцев в состояние депрессии это один из инструментов которыми они пользуются говоря о мае месяце очень много информации о том что будет наступление что идет переброска войск в частности вот сейчас читаем о том что оккупанты вероятно прибегнут к переброске своих воздушно-десантных дивизий из Запорожской области на восток насколько вы оцениваете реальным такой сценарий и сколько здесь действий и сколько здесь больше пропаганды и вот этого ИПСО которое может давить морально на людей на украинцев нет они действительно будут совершать эту переброску то есть ну а что тут может давить они занимаются передислокацией своих подразделений которые находятся в зоне боевых действий то есть это не созданная какая-то новая дивизия там на 100 тысяч 500 человек это то что у них есть в зоне боевых действий и они пытаются это как-то тусовать потому что им не хватает резервов им не хватает ресурса они будут продолжать наступательные действия на востоке это в первую очередь Донецкой области это район Часово Яро это район это Авдеевский плацдарм направление будет еще выбрано это либо северо-западное направление Покровское направление по трассе 05-11 либо же это северное направление по Н-20 то есть это Торецкий плацдарм и для этого нужен ресурс им не хватает людского ресурса точно так же когда они формировали в 2023 году в октябре стали формировать ударную группировку для наступления на Авдеевку что они сделали они из группы войск центров зона ответственности которая Лиманское направление Луганская область основная база криминаев они забрали из состава 2-й общевойсковой армии 41-й общевойсковой армии основные наиболее боеспособные бригады например 15-ю 21-ю 30-ю бригаду 2-й общевойсковой армии а также например ту же самую 44-ю из состава 55-ю прошу прощения из состава 41-й общевойсковой армии подразделения 90-й танковой дивизии и все это перебросили под Авдеевку им не хватало ресурса им не хватало именно количественного превосходства для того чтобы завершить Авдеевскую наступательную кампанию которая протянула была продолжительностью 5 даже более чем 5 месяцев поэтому для того чтобы продолжать наступление они пытаются изымать те ресурсы которые нахи в зоне боевых действий это не те ресурсы которые бы они брали из самой Российской Федерации то есть это не означает что там будет дивизия какая-то переброшенная из России нет это внутренний потенциал который говорит об ограниченности у них возможностей Александр благодарим вас за это включение рады были вас видеть Александр Коваленко воинополитический обозреватель группы информационное сопротивление присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom спасибо большое оперативные новости эксклюзивные видео с линии фронта глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры подписывайтесь на ютюб канал Freedom чтобы не пропускать главного Субтитры создавал DimaTorzok